Примеры применения теоремы Гаусси такой вопрос прямо с делизацией. Теорем примеры применения теоремы Гаусси. И самый первый пример рассматривается... Бесконечность рисовать плохо, поэтому нарисуют такой кусочек бесконечной плоскости. Бесконечная плоскость. Вот я бесконечность... Бесконечная плоскость. Равномерно заряжена с поверхностной плоскостью Сигма. А Сигма определяется как заряд, деленный на единицу площади. Поверхностная плоскость. Поверхностная плоскость. Надо бы считать напряжённое поле, которое создаёт эта плоскость, на расстоянии А. Сигма? Куда направлена эта напряжённость? Почему она равна? Установка вопроса не задает. Теоремогаусы используются таких сиометрических случаев, где удобно считать через двадцать лет. движение сообразования симметрии убирается в полную вот здесь какую нам проверку выбрать, будет полегче считать надо сначала так сказать, что не удалось получиться во-первых, куда будет направлена напряженность, если у вас эта плоскость во все стороны бесконечно ясно, что она будет направлена от плюса и ясно, что она будет направлена вдоль перпендикуляров потому что, если бы она была вот так направлена то это бы сразу возникало просто ответить направо, а не налево таких вопросов не возникало, только перпендикуляр что ты называешь кратчейший? перпендикуляр перпендикуляр не всегда кратчейший что-то 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 с этим разобрались если я теперь возьму точку на таком же расстоянии внизу посмотрю то здесь, куда будет направлена напряженность наверное тоже открылась какая будет сверху или снизу больше наверное одинаково это удобно для интегрирования поэтому здесь площадочка S расстояние A и здесь площадочка точно такой же S расстояние A и построю такой цилиндр когда печенье делают то стаканом вырезают этот кружочек вот такой стакан у нас вырежет кружочек на этой поверхности и этот кружочек оказывается внутри нашего цилиндра на этом кружочке будет находиться заряд Q на всей поверхности поскольку она бесконечная будет бесконечно большой заряд а мы вырезали конечный заряд Q который оказался внутри и можем писать запросто теперь теорему Гаусса если мы площадь поверхности нашей обозначим S то мы напишем что поток вектора E который создает эту поверхность через нашу поверхность цилиндра включая будет равен заряду Q который мы обозначили деленное на константную векцию оттуда стал математика в теореме Гаусс требуется учителя соображение симметрии все строится вообще в рефилите рассуждения теперь такие что мы этот интеграм можем записать как разложить на отдельной части уже не по всей поверхности а по отдельности через боковую поверхность поток через крышку основание будет E через какое основание будет больше поток через верхнюю или через нижнюю наверно одинаковые оба будут положительные поток здесь у нас внешне normal ds направлено наружу и здесь внешне normal ds направлено наружу поэтому здесь положительный поток и здесь положительный поток полечняли смак E и уже здесь вектора я не написал потому что у нас калинеарная вектора конс 콜�field в н Palestinianod поэтому здесь просто модуль А здесь пока осталось скалярное произведение, сейчас надо определить, какой есть угол между боковой поверхностью. Для этого выделяем маленькую площадочку DFS на боковой поверхности. Вектор E на этой площадке куда будет отправлен? Пропряжённость поля, которая создает пластинку, направлена вверх. Поэтому здесь будет вектор E направлен вверх. И между этим вектором E и площадочкой DFS Google плюс интеграл. Поэтому эту интегралку убираем вверх. Получается интеграл, который мы должны теперь посчитать. E, которая здесь написана, у нас на верхней поверхности, на вот этой площадке. И на нижней, поскольку они одинаковые. и, наверное, ну раз они одинаковые, константы у нас, то можно их просто вынести из знака. Получится 2E умножить на интеграл DFS по S основания. Это будет у нас 2E умножить на, давайте эту заштрихованную площадку и эту букву S обозначим. Что такое S в экзамене у вас прошло? А вы скажете, это площадь застрихованная. Она равна площади основания и площади верхнего и нижнего назад. Какой поверхность? Тут у нас было такое символическое обозначение, как интеграл. Вот этот интеграл, собственно говоря, тоже для нас есть и для S. И эту S это надо сделать. Ну не нравится, давайте назовем S основание. Единственное, потому что S основание. А это S боковая. Нет, не S боковая. Это у нас S, это у нас S. Это вся поверхность. Всё, запутал, можно дать. Вот это я не было вообще написала. Здесь E вынес, а вот осталось... А, это DS. Вот это D. И получилось у нас, что поток равен 2E умножить на S. А в правой части у нас стоит O умножить на делённый на абсинус 0. Теперь правую часть считаем Q, делённая на абсинус с нуликом, будет равна... Поскольку нам дана поверхностная плотность, пишем сигму умножить на S основание. Площадь здесь трикованной фигурки делённой на абсинус 0. И вот эта штука у нас равна 2. Что у нас здесь сокращается? Понятно, что это 0 сокращается, потому что она у нас... А мы хотим E найти. Поэтому мы отсюда пишем E равно... Двойка у нас уйдёт в знаменатель. И здесь будет стоять сигма, умённая, абсинус 0. Учили формулу, которую запоминать не надо. Которую надо уметь выводить. То есть изначили мы лабораторные, мы так же о ней говорили. А на экзамене это вообще самое важное нацепление. Для лабораторных проектов мы сейчас совсем зацепимся. Конфигурация расположения заряда. Первый пример понятен, да? И ответ понятен, да? И ответ не надо специально выбирать. А теперь с этим ответом вместе задачку. Ну, сегодня уже при решении на первой паре такую задачку пишали. Мы брали расстояние A с поверхности. И здесь нашли E1. Теперь мы расстояние в два раза увеличим. Здесь найдём расстояние E2. Напряжённость E2. Какая напряжённость? Больше его сколько раз? E1 или E2? Расконечные опросы. Та же самая задача. Но E2-то дальше находится. Да, вот в этой формуле знало главное, что у нас здесь ни от чего не зависит. Ни от расстояния, ни от местоположения на этой плоскости. Но местоположение на плоскости бесконечности, значит невозможно. И оказывается, что не зависит от расстояния. Такое поле, которое у нас вблизи поверхности равно константе, это, как мы разговаривали математически, называется однородное поле. Это у нас пример однородного поля. Это написано слово константе. Обнородное поле. Обнородное поле, это такое поле, которое не только по модулю везде одинаково, но еще и по направлению. И изображается оно параллельными движениями. И расстояние между линиями должно быть везде одинаково, в том числе подчеркивается, что там тоже есть везде, в любом точке. В школе такой пример рисовали, если в школу ходили, у вас были плоские кондиционеры. И там пример поля перерисовали вот такой. Это был пример однородного поля. И задачки даже решали. Эти задачки вы там решали и решали, и у вас получалось такой ответ. Это напряженность в поле равна U разделить на D. У это разных потенциалов. Ну и поскольку расход потенциалов одинаково, то напряженность в поле была по модулю одинаково, по направлению всегда одинаково, потому что направлено от плюса положительно заряженной пластины. С плоскостью разбрались, теперь дальше сфера начинается. А, ну со сферой мы еще легче забрали. Единственное, что мы можем теперь сделать, что если мы теперь будем рисовать такую сферу, то лучше сначала сферу нарисовать, а потом вот ее заряжать. Вроде эти шашечки должны означать, что нет фона, да? Вот так вот. Что мы можем сделать? Теперь мы можем эту сферу заряд сместить, чтобы он был в центре. Сфера будет очень такой же, и поток будет очень такой же, как мы считали. Поток будет равен заряду, который находится в двух поверхностях. Теперь мы рассмотрим... А, другую конфигурацию задерживаем. Мы рассмотрим такой, например, у нас есть сфера, которая задержана... по поверхности. Это не круг, это сфера. По поверхности равномерно распределены положительные заряды. Пример хороший, это металлическая сфера из невозмен, но у нас заряды сами разбегутся, и они будут туда ездят, и начинаются. Что? Потому что они друг от друга отталкиваются, и так получается имеледитет и выгодитет. И ходите как-нибудь дальше, чтобы их определить. Вопрос, кстати, еще такой, мы эту часть не рассматриваем. Если мы возьмем другую сферу, и эту сферу с этой сферой соединениями. с поводочками. Что за зарядами делим? Если одинаковые сферы, то пора может разделиться. А это не одинаковые, то такая будет. Ну, такой будет больше. Ну, это просто вопрос для раздумения. Если мы возьмем маленькую сферу заряженную, где мы возьмем большую сферу заряженную, эту зарядим, а потом проводочку соединим. И вот эти заряды разбегутся. У них будет заряд Q1, у них будет заряд Q2. Где будет больше зарядов. Потому что, да, Q2 будет, потому что там состояние заряда будет больше и больше. А если мы возьмем дегопщик до земли, то это вообще сближется. Ну, это у нас все, я говорил, побегаем вперед. Здесь равномерно заряженная сфера. Общий заряд обозначен буквой O. Радиус сферы обозначен буквой R. И рассчитаем напряженность поля, которую создает эта сфера в точке 1, которая находится внутри. Расстояние до центра обозначен буквой R. Ринечка обозначена точкой. Внутри сферы. Что? Напряженность. Эта опасность таких знаний как раз и… Внутри, на окраине, постоянно попадут на то, что творится. Отпавшись в таких знаниях как раз в том, что теперь запутать легко, если вы их запутали на самом городе. И цель такая, чтобы вы его поняли. Когда понял, то уже можно забыть. И вот мы сейчас как раз с этим алгоритмом... Используете они уголос, что надо найти в поле Е1. Равенство проще всего. Пишем поток равен... Используется на Е0. Ну и что с ним дальше делать? А нам неважно было... Нам неважно распределён, не запределён какая-то поверхность. Есть два заряда здесь. Плюс Q. И ещё плюс Q. Чему равен поток через эту поверхность? Она будет равен сумме зарядов, два куры, целить на Е0. Поток равен... Если мы возьмём такую же поверхность или другую какую-то поверхность, и внутрь разместим два зарядика, плюс Q и минус Q. Чему будет равен поток? Одинаковые заряды по модулю. Если сложим их, получится 0. Поток будет равен 0. Что это означает? Это значит, что число силовых линий, которые у нас от плюса выходят, будет равно числу силовых линий, которые к минусу сюда приходят. Если мы их по отдельности рассмотрим. Два зарядика. И поток по этому получится равен 0. Неважно, мы хотим в точке 1 найти, нам надо в точке 1 искать. Мы хотим напряжённость, чтобы у нас была... А напряжённость у нас куда входит? Напряжённость входит в понятие потока. Здесь стоит напряжённость умножить на Ds. Что это напряжённость такая Е? Это напряжённость на этой поверхности Ds. Поэтому мы должны вот здесь выбрать поверхность воображаемую. И для того, чтобы можно было интеграл ставить хорошую, которая легко считается, говорят из соображений симметрии, мы здесь проведём сферу радиусом r малого. Это наша воображаемая сфера, которую мы провели для того, чтобы можно было рассчитать через неё поток. И через этот поток мы потом сможем найти, чему равенна напряжённость. Куда эта напряжённость будет направлена на этой поверхности? Ну, поскольку вроде бы отпылился, то давайте нарисуем вот сюда, да? Да. Напишем сюда, потому что кажется, что сюда. Самое главное, что она должна быть вдоль жарьи. Правда? Что здесь собрались? Либо внутрь, либо внутрь. А справа напишем поток, который, заряд, который находится внутри. Внутри этой сферы какой заряд находится? Да никакого, вот они, заряды все. Поэтому там никакого заряда не находится. Интеграл, который написан слева, равен нулю. При этом ДС у нас не равно угол. Угол между ними не равен 90 градусов, потому что ДС у нас направлено вдоль радиуса, Е тоже направлено вдоль радиуса и соображение симметрии. Поэтому вы вот тут хотите, что Е равно угол. Поэтому пишем здесь, что Е, внутри, шкально, вверх. Е1 это напряженность поля внутри. То есть мы доказали, что напряженность поля внутри, однородная, однородная сфера, однородная. А собственно, про однородную, что у нас равномерно все разноряженные, мы ничего не говорили. Мы пользовались только тем, что у нас нету порядок с нервами. А, если она будет нервономерной, у нас там может появиться такая картинка. Если у нас здесь будет больше плюсов, то у нас напряженность поля вот так вот искривится, и поток уже не будет равен. То есть поток-то будет равен нулю, потому что здесь все равно нет, но там углы войдут, и мы не сможем посчитать. Мы посчитали, знаешь, что для однородной разноряженной сферы заряд должны быть разноряженные меры по всей порядке. И теперь та же самая задача, только мы посчитаем поле снаружи. Берем нашу заряженную сферу плюс пол. Теперь мы точку выделяем 2 снаружи. Радиус вектор буквы R мало это уже обозначает. Радиус сферы R большой обозначает. Сверху нарисована точка 2. Положительно заряженная сфера однородная. Куда будет направлена напряженность вот этой точки 2? Вдоль радиуса, да? Вдоль радиуса, да? Вот плюсы напряженной в поле мы E2 назовем. Это будет напряженность в поле снаружи. Понятно, чтобы ее посчитать, мы проведем опять сферу, которая будет проходить через эту точку, где мы ищем нашу это сферу. И запишем то же самое теорему Глауса, только здесь подставим E2. E2 умножить на ds через поверхность s. Буква s за что за поверхность это означает? Которую мы вот здесь провели через эту точку, где мы ищем нашу эту точку. Будет равна сумме зарядок, а сумма зарядок какая? q у нас в сферах. Все эти заряды находятся внутри. Поэтому сюда q и пишем. А это у нас ε0 к 2 разности просто. Если бы мы выбрали не сферу, то нам пришлось быть тяжело. А поскольку мы выбрали сферу, то у нас здесь вектора E и ds совпадают по направлениям. И это вектор для отразления превращается в отразления мы выбрали. Поскольку мы выбрали сферу, а сфера это что такое? Это поверхность, все точки которой находятся на одинаковом удалении от центра. То у нас расстояние от этой сферы до этой или от центра отсюда будут одинаковые везде. Поэтому у нас вот эта E, которая останется в месте в отцеграла. E2 уже без вектора. Она будет постоянно по всей поверхности сферы. И будет равна E умножить на интеграл. E2 умножить на интеграл s. Интеграл с кружочком по ds. Это будет площадь всей поверхности сферы. Это будет площадь поверхности сферы. А, ну просит вот такой S. Поэтому здесь пишем E2 умножить. Нет, придется писать вот такой S. Это у нас будет площадь поверхности сферы. Я просто так спросил господа. Не знаю, что вы не знали. Это у нас записана правая сторона теорема Гаусса. Вот это вот надо, с этого начинается решение сдачи от сама теоремы Гаусса. По Саградскому здесь, поскольку и нарчарького часто забывают, говорят, что это не просто. Все задачи решаются на расчет вот этого гауса. Мы сейчас решаем задачу найти напряженность в поле, которое создает заряженные сферы внутри этой сферы и стороной этой сферы. Внутри нашли, что напряженная сторона нулю. Осторожно мы еще не нашли. Мы уже близки к этому. Потому что мы левую часть терема Гаусса посчитали, вот она. А правая часть нам дана. Понимаете, вы сразу пишете, что E2 равно Q разделить на 4P и ε с нуля вверх квадрат. Если он не тянет, такой вопрос попался, то вопрос, на что похоже эта точка? Формула точечного заряда. То есть, если мы взяли какую-то точку 2, у нас поле, которое создает такая сфера и поле, которое создает заряд, находящийся в центре, то это длина. Закон вывести нельзя. Закон, это такая штука, которая получается путем обобщения с элементарными данными. Вот их собирает, все ставлю и начинает. Там под какую форму можно подогнать? Оказалось, что взаимодействие зарядов единицы на R квадрат. В частности не бывает, если ничего не заспало, это говорит о том, что мы живем в 3-х метном мире. Потому что если какие-то люди живут не в 3-х метном виде, у них такая теорема Гаусса в детстве, которая у нас есть. Поэтому мы нарисуем сейчас график, как зависит отряженность поля в зависимости от расстояния, а тут поставим R. Это у нас будет внутри участок сферы, а это будет снаружи сферы. Внутри мы показали, что у нас график проходит через ноль, потом он скачок делает, а потом вниз. И здесь дальше идет зависимость, которая называется, как ее в вашей школе называют? Пропорциональная единица на R квадрат. Здесь E равно 0, а здесь E пропорциональная единица на R квадрат. Если мы находимся на поверхности снаружи, то у нас подряженность поля в этой точке будет равна E на поверхности сферы. Р будет равна зарядам делённым на 4 и E с нули. Р большое, вопрос. Почему R большое здесь? Потому что на поверхности сферы была координата, расстояние до центра сферы. Это у нас радиус сферы. Если мы теперь эту поверхность сферы рассмотрим в таком увеличенном масштабе, здесь выделим маленькую площадочку, на этой маленькой площадке, если мы находимся, нам будет казаться, что у нас моская площадка. Если у нас R стремится к м снаружи, то мы получим здесь напряжённость поля, которое будет задаваться формулой U разделить на 4π ε с нуликом R. Если мы здесь сейчас вспомним формулу для поверхностной плёдности заряда, это заряд, делённый на поверхность. У нас заряд был размазан по всей поверхности. 4πr квадрат. 4πr квадрат. И тут у нас есть как раз 4πr квадрат, я просто забыл. И у нас получится здесь σ разделить на ε с нуликом. Напряжённость поля на поверхности получилась равна σ разделить на ε с нуликом. Это у нас на поверхности сферы, вблизи поверхности сферы, вблизи поверхности сферы получилась такая формула. А первая задача, которую мы решали, это было поле, которое создаёт ρ. Вот здесь, да? Здесь у нас ответ получился вот такой квадратной рамочкой. σ разделить на 2. Я всё не знаю. Почему здесь разделить на 2, я всё не знаю. Там у нас была одна площадь. Два основания, это мы сами. Если бы мы нарисовали 4 основания, там уже на 4 было делённое, да? Нет, невозможно. Там мы считали поток. То есть никто не доказал. Когда мы рассматривали плоскость, мы посчитали вот здесь напряжённость поля, она была равна, если я там так же делал, σ разделить на 2 ε. А когда мы рассматриваем сферу, у нас вблизи этой сферы напряжённость поля точно такая же, только без двумя. σ разделить на 2 ε. Отгадка именно в этом, да. То есть плоскость у нас создаётся силовые линии, которые направлены в обе стороны. А это у нас создаёт только на 2. Скачём. Чертый отрыв от скачки. Скачок отзначит линии. Скачок отзначит, что при R маленькой равном на R большое константии у нас не определена. Поскольку речь идёт о поверхностях, поверхность по толщиной стремится к нулю, даже равном на 0. Если ты знаешь, где ты так хочешь, снаружи или внутри, то ты можешь определиться. Если ты внутри, то у тебя новичь, и снаружи у тебя вот такая речина. Ну и наверное, пример, который мы решали в классе, был пример, это значит первое, что мы посчитали в поле плоскости. Напряжённое поле, которое создаёт плоское, бесконечно заряженный плоскость. Второе было сфера заряженная, а третье у нас будет, знаете какая задачка, нить бесконечная, с которой мы в электростатике начинали. Бесконечная, равномерно заряженная нить. Равномерно заряженная нить. И надо найти напряжённое поле, которое создаёт эта нить до расстояния А к 3. Начинаем с теоремы Гаусс. Поток вектора, который будет проходить через какую-то поверхность, которой пока ещё нет, будет равен, ну пишут здесь так, сумму зарядок, имею ввиду гибраическую сумму, зеленая на x. Сумму зарядок, которые находятся внутри этой поверхности. Теперь попробуем считать, что внутри. Зарядок находится внутри поверхности с. А всё остальное мы не считаем зарядок. Если у нас какая-то есть такая вот поверхность с. А тут находится зарядку. Какой будет поток создавать этот заряд? Через эту поверхность. Что случилось? Почему? А? Ну, геометрический смысл, сколько вошло, столько вышло. А физический смысл такой, что у нас внутри нет зарядок. А здесь, который снаружи будет не считаем. Поэтому поток правильный. Какую поверхность надо здесь выбрать? Придумать. Рисовать, чтобы у нас чёрт здесь. Вот так. Здесь вниз. Здесь вниз. Здесь вниз. Здесь вниз. Здесь. 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 линейная плотность буквой лямда, Она имеет такую разницу. Гораномерность. Такую поверхность надо выбрать, чтобы можно было легко посчитать интегралом. Вот это вот. Плоскость эта не замкнутая. Взамкнутая. Субтитры делал DimaTorzok 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 напряженность как будет направлена она будет здесь вертикально вниз направлена вот плюс поэтому плюс тоже через основание потоку нет только через левую а через правую тюрьму цилиндры это такая фигура все точки которые находятся на одинаковом расстоянии от оси поэтому е у нас здесь константы поэтому мы ее выносим получаем формулу такую е умножить на площадь поверхности потоковой цилиндра не думаю что вы знаете чем она равна поэтому не пишу S0 ну нет придется все равно писать да? площадь цилиндра на площадь потокового боковой у нас совершенно не волнует потому что мы их как разнулили все этапы на площадь угольным угольным то есть если мы его разнулили все этапы если мы цилиндр разрежем по образующей и его развернем то у нас получится 2πA радиус потому что равен A умножить на какую-то высоту цилиндра которая равна H цилиндр выбрали произвольной длины H назвали это мы посчитали левую часть Терема Гаусса а правая часть Терема Гаусса как посчитать теперь сколько зарядов оказалось внутри нашего заряда с тех плюсики ты меня спросил где вот здесь вот здесь вот вот это оказалось внутри нет а вот это оказалось внутри проинтегрировать это проблем нет я пишу интеграл дальше чем то есть по формуле которая издает нам лямбда что такое q разделить на L вы должны посчитать q поэтому берем лямбду и умножаем на L а L у нас H поэтому правая часть Терема Гаусса получается лямбда умножить на H здесь я только E забыл написать вы боковую точку с лидро написали еще нет перед Лебешом и это E как раз там но близко и его искать одно удовольствие это будет лямбда зеленая на 2 и ε с нуликом а это формула которую мы на лекции считали очень долго такие задачи есть тоже считали очень долго выбрали бесконечно заряженную нить и вот здесь начинали суммировать вот эти вот вектора DE если помните мы их проецировали на горизонтальную ойс потом писали сложный интеграл долго долго решали получали вот такой ответ на рассвернил а с помощью Терема Гаусса решается ну вот три действия ну вот три действия ну вот три действия